Сегодня наградили сотрудников Республиканского управления Росгвардии. Медалями и званиями был отмечен труд сотрудников подразделений, обеспечивающих безопасность и правопорядок, в том числе на территории новых российских регионов. Подробности у Артура Мхце. Последние несколько месяцев находился в зоне проведения специальной военной операции. Выполняли служебно-боевые задачи, поставленные нашим руководством. Также обеспечивали безопасность проведения референдума, за что были оценены нашим руководством. Сегодня четверо сотрудников регионального управления Росгвардии за успешное выполнение поставленных руководством задач в зоне специальной военной операции были удостоены медали за отличие в охране общественного порядка. Работа по выявлению и обезвреживанию диверсионно-разведывательных групп требует терпения, выучки, умения оперативно принимать оптимальные решения. Поэтому неудивительно, что столь сложная миссия была отмечена государственными наградами Российской Федерации. Всего же медали и очередные звания получили около трёх десятков сотрудников ведомства, которые обеспечивают безопасность на территории Карачао-Черкесии и в новых российских регионах. Руководитель Республиканской ветеранской организации Росгвардии Сергей Попов отметил, что представители спецподразделения всегда были на хорошем счету. Всегда наши подразделения отличались стойкостью, боевым характером таким. Не подводили никогда в спецоперациях, которые проводились до этого. И в Чечне проводили операции. И здесь в Республике очень много проведённых операций, за которые очень много сотрудников награждены государственными наградами. Представители руководства управления ветераны спецподразделения немало добрых слов посвятили сотрудникам ведомства и членам их семей. Дай Бог им всем терпения, чтобы они вместе с вами вот эти все трудности стойко переносят. Я надеюсь, что ОМОН Густанг управления по Карачао-Черкесии, СОБР Клинов управления по Карачао-Черкесии и в дальнейшем будет достойно выполнять все поставленные перед управлением задачи, как в зоне специальной военной операции и на территории Карачао-Черкесии. Артур Максим, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачао-Черкесия.